История развития вычислительных устройств Компьютер сейчас практически есть у каждого в кармане Как минимум в виде телефона Кстати, в телефоне три компьютера, если что Один в сим-карте, второй просто-напросто осуществляет звонки и держит базу постоянно Соответственно, третий показывает звонок и при помощи него мы отвечаем Самым первым, конечно же, вычислительным устройством была рука Даже там, что интересно, было около... что? Левая и левая Ну, у каждого обычно разное, но по идее, если большая часть людей правши, то левая Я тебе обещал шуточку Ну, я тебе, кстати, не спросил, почему здесь четыре пальца всего посчитаны Ну, на самом деле существует целых даже семь По крайней мере, Википедия так считает Семь разных методов считания на пальцах Здесь приведен тот самый любимый шумерами В результате которого у нас есть цифра 12 и счет дюжинами, а также цифра 60 12 тут достаточно все просто считается Этот палец убирается и считается здесь фаланги Их 12 60 образуется очень просто на самом деле Посчитали мы 12 Сюда нажать на единица Дальше считаем Здесь еще 2 12 И так до 5 В этом случае получаем 60 То самое число, которое у нас там 60 секунд и все прочее В других, значит, были методики подсчета пятернями в России, например Были подсчета, значит, ну, 10 У всех было И еще было распространенное 20 Ну, это вот основные распространенные методы того, как считали В следующем появился Абак Потому что через некоторое время пальцами надоело считать Да и больше надо пальцев Надо считать до 20 Ну, ладно, окей, ноги посчитали Нужно еще посчитать, но надо еще кого-то звать Неудобно Придумали Абак Абак, ну, первоначально, конечно, выглядел не вот так Он выглядел более примитивно Там просто были бороздки И туда вкладывали камешки При помощи него уже было как бы проще считать И люди считали что-то Вот такой вот чудный Абак Это тоже Абак Барб называется Юпана Использовали инки Исследователи пока разделились насчет того, как на нем считали Потому что одни говорят, что там считали Использовали сорокарядеричную систему Вторые говорят фибоначьевые ряды Но, в общем, выглядит он весьма интересно Также инки были теми еще затейниками Они придумали то, что можно назвать первой базой данных Кипу Это была специальная система Мнемонических завязываний узелков Причем там узелки завязывались различным методом Шнуры были разноцветные И так далее То есть кодировали все абсолютно Внутри своей империи Начиная там от рождения Кто кому сколько должен И так далее В том числе были судебные В общем, писали все К сожалению, правда, не все дошло Благодаря конкистадорам Ну и вот из новенького Это так называемый антикерский механизм Его в свое время достали довольно-таки давно В 1907, то ли, втором году Сейчас посмотрю В 1902 году Додируется он сотым годом до нашей эры Ну, собственно Сделали его Элины Фактически это первый Как бы такой компьютер Действительно Вычислитель, который как-то существовал Единственное С 1902 года, как его нашли Его запросили в запасник И забыли В 50-е годы Его там нашел один из исследователей Посмотрел Решил, что все-таки Что-то это интересное И решил его при помощи рентгена просветить Посветив при помощи рентгена Ну и как-то реконструировав устройство Он обнаружил, что Эта штука умеет показывать фазу Луны Где находится Луна Потом, через некоторое время Нашли, что туда еще показывается Соответственно, кроме Луны Еще показывается Марс, Сатурн, Юпитер И уже ближе к 2005 году Его окончательно реконструировали И практически полностью сделали копию Его В результате там нашли 37 зубчатых колес Различные конфигурации И это является практически одним И самым совершенным устройством Которое произвела эллинская цивилизация Фактически, если сравнивать, допустим С другими археологическими находками Это то же самое, что, не знаю В средние века найти современный патефон 19 века Это, кстати говоря Вот этот механизм Относится к классу аналоговых компьютеров Так называемых Ну, следующей была стадия, конечно же Попытка сделать какую-то считающую машину То есть элифмометр Первым элифмометром был Как долгое время считали Паскалина Но на самом деле Это были считающие часы Вильгельма Шакарда Он сделал их несколько раньше Чем Паскаль Чем на лет 20 Обнаружили ее чисто случайно В 1950 году Перерывая архивы Нашли копию Чертежа Построили машину Действительно машина работала Строил ли машину Сам автор Неизвестно К сожалению Кроме бумаги От него ничего не осталось Ну, следующим был, конечно же Паскаль Его суммирующая машина Паскаль Ее Паскаль, кстати, строил Для своего Отца Который был Сборщиком налогов Ему нужно было Считать налоги К сожалению Его отцу Машина не очень подошла Потому что К сожалению Не было десятичных Тогда еще Цифр Не было еще тогда Революции французской И поэтому Суммы там были Ну, то есть В одном Что там у них Какая-то там Валюта была Франки Были 20 Су, по-моему И что-то еще там Было 12 То есть Помогала она слабо Но считать она Считала Умела В основном Только слаживать Следующим Конечно же Был Лейбенец Со своим Рифмометром Он, кстати Также еще Был В основном Математиком Как известно И заодно Еще изобрел Двоичную систему Исчисления И даже там Пытался что-то Сделать Произвести расчеты По машинам После чего Понял Что Дело бесполезное Гибло И с современными Центствиями Он эту машину Не построит И стал строить Арифмометры Арифмометр Кстати был построен Аж в тысяче Где тут у нас В 1673 году Но К сожалению Устройство вышло Очень дорогим И не стало массовым По этой причине Практически До 1820 года Не было серийных Арифмометров Тогда появился Первый серийный Арифмометр Потом Через некоторое время Вот этот Арифмометр Феликс Кстати говоря Один из известных Таких арифмометров При Советском Союзе Производимый Он работал На колесе Однера Который был Фактически Нашим Кстати Соотечественным Он работал В Петербурге К нему Попадали Вот эти Серийные Арифмометры На базе Лебница Как раз Конкретного Товарища Первого Кто производил Тома Де Кальмара И он Соответственно Поизучив Механизм Решил Что его можно Как-то Совершенствовать И уже В 1873 году Представил Первый прототип А в 1890 Году Начал Производить Арифмометры На базе Своей Конструкции В результате В дальнейшем Арифмометры Разделились На две Категории Соответственно Которые Использовали Конструкцию Однера И которые Использовали Конструкцию Лебница В дальнейшем Так как Уже Электричество Знали Электрический Двигатель Изобрели Ручку Лениво Уже Было Крутить Да И медленно Особенно Если Каждый День Крутить И Хотелось Побольше Разрядности И так Далее Соответственно Эта машина Соответственно Работала Исключительно На электричестве Работала Она довольно Быстро За счет Электрического Мотора Ну и У некоторых Таких Машин Такая Известная Байка Про то Что На ноль Делить Нельзя Почему Нельзя Делить На ноль Ну потому Что Если Вы Поделите На ноль На таком Арифмометре У него Слетит Каретка И Очень Громко Упадет На пол Потому Что Она Тяжелая Кстати Вот И Была Вот Выпущена Такой Арифмометр Назывался Математическая Граната Им Кстати Очень Долго Пользовались Даже Штурбаны В ралле Потому Что К сожалению Другие Устройства Были Более Громоздкими А Электронные Калькуляторы Те Были На лампах И Соответственно Не Выдерживали Вибрации Закат В общем Всех Арифмометров Начался Где-то В 1970 Годах Но В принципе И Во многих местах Еще Использовались Довольно Долго Закат Начался С того Что Сначала Про Перфокарты Расскажу А потом Дальше Покажу Устройство Из-за которого Начался Закат Перфокарты Первоначально Перфокарты Были Придуманы Товарищем Жакаром Который На самом Деле Придумал Их Для того Чтобы Вышивать На ткани Узор Фактически Этот станок Который он Придумал А также Перфокарты Был Первым Программированным Устройством Которое Задавало Как Рисовать Так как Они Требовались Морскому Ведомству Например Разностная Машина Чарльза Беббиджа Появилась Исключительно Из-за того Что Морскому Ведомству Нужно Было Делать Много Сложных Учислений Им Требовалась Таблица Логарифм А Делать Это Вручную Было Достаточно Затратно И Тяжело По Этой Причине Он Обосновал Свою Теорию Что Можно Заменить Часть Этих Людей Учислителей Вот Такими Вот Машинами И Запросил Представил Прототип Машины Королевскому Сообществу Так Отночное Сообщество Называется В Британии И Запросил Поддержку А также Денег Государства В результате Беббидж Конечно Постигла Неудача Поскольку Во-первых Он был Весьма Требовательным К изготовлению Деталей И Все время Совершенствовал Свою машину В результате Он Сильно Очень Отстал По срокам И В итоге Вместо Трех Лет Строил Машину Девять лет И Потратил Астрономические Просто Суммы По тем Временам Это Было Где же У меня Тут 17 тысяч Фунтов Стерлинга Хотя Первоначально Получил Полторы После Чего Правительство Утеряло Всякий Интерес К машине И Ну Беббидж Тоже частично Утерял Интерес К машине Его Начала Занимать Другая Машина Которую Он назвал Аналитической Которая Была Собственно Прообразом Первого Парсонального Компьютера Ну Кто еще Знает Распространенный Распространенный Факт У нас Есть еще Первый Так называемый Программист Ада Лавлейс Которая Является Дочерью Поэта Байрона Она Тоже Увлекалась Работами Беббиджа И в том числе Она Совместно С ним Он ее Прогласил Сделать Перевод Он Соответственно Кроме Перевода Сделал Еще Допонительные Написала Сама Еще Комментарии И так же Написала Практически Первую Программу Для Аналитической Машины Чарльза Беббиджа Аналитическая Машина Так и не Была Построена Зато Разностную Машину В итоге Частично Построил Сам Сын После Смерти Беббиджа И Соответственно Он уже Строил Другую Машину На самом деле Это Вторая На самом деле Модель А не Первая И Потом Уже Чуть Позже Ее Воссоздали Уже Правда На станках Не стали Слесарей На станках С запуском Тех самых Слесарей Собрали Вот эту Машину Машину Собрали В 1997 Году Затратили На это Два Года И Установили Ее В музее В Британии Ну и Дополнительно Потом Еще К 2000 Году Построили Печатающее Устройство Ну и Все Это Дело Конечно Запустили И Она Действительно Работала Как Беббидж Планировал Но Самое Интересное Соответственно Беббидж Еще Публиковал Работы И Потом Уже В 1984 Году Вот эту Машину Кстати Он строил С 1823 И продолжал В течении 9 лет А вот эту Ну вторую Уже Он уже Строил С 47 По 49 А вот Уже В 54 Его Шведский Изобретатель Георг Шутц Построил Несколько Других Разностных Машин Сам И Смог Уже Продать Потом Английскому Правительству Ее Одну Такую Штуку Выглядело У машин Уже Заметно Попроще Конечно Но Для тех Собственно Вещей Ее Вполне Хватало Просто Беббидж Бел Слишком Перфекционист Из-за Этого Его машины К сожалению Не работали После Этого Собственно Никаких Других Изменений Не происходило И попыток Сделать Какие-то Устройства Действительно Близкие К компьютерам Не делались То есть Ластовали Рифмометры Люди Соответственно Сдели И считали При помощи Ник Потом Через некоторое Время Появился Первый Электронный Калькулятор Кстати Появился В конце Семидесятых Он уже Был Транзистор Ну Вернемся Другим Людям Ну А Павла На Тюринга Думаю Все знают Алан Тюринг Считается Отцом Компьютеров И всего Прочего Что Его Касается В первую Очередь Конечно Он известен Тем Что Придумал Машину Тюринга Машина Тюринга Представляет Из себя На самом деле Очень Просто Устройство У него Есть Голова Которая Умеет Считывать Какие там Циферки Были На ленте И Соответственно Ездить По ленте Туда-сюда И записывать Еще циферки У него Обязательно Есть Внешний Алгоритм При помощи Которого Можно Задать Что Будет Делать Машина В зависимости От той или иной Цифры В ленте Любой Компьютер Который Претендует Быть Действительно Универсальным Должен Быть Тюринг Полным И иметь возможность Выполнять Те же операции Что и машина Тюринга Фактически Если он Не может Что-то сделать Именно В этом плане То он Не является Тюринг Полным И не может Быть у него Сами Компьютером Здесь Конкретно Из того Что В компьютере Требовалось Появилась Как раз Лента Которая Читает Данные И соответственно Записывает Данные То есть Производит Какие-то Решения И так далее И соответственно Появились Отдельные Понятия Алгоритма И может Принимать Гейли Бэн Шенни Кроме этого В дальнейшем Аллан Тюринг Успел Поработать Вместе С британской Баронкой Тогда Военным ведомством И работал Он там Над Взломом Кодов Энигмы Они создали Там Электромеханические Механические Устройства Под названием Бомбы Как они его Называли И оно Представляло собой Электромеханический Дешифратор Который позволял Достаточно Эффективно Скрывать Сообщение Энигмы Причем Что интересно Фактически До 1950 Года Вся информация По Нет 1970 Года Вся информация Вообще По расшифровке Вот этих Данных Она была закрыта А по колоссусу Фактически Рассекреченные Данные Были только В 2000 Году Хотя в 1970 Начало Потихоньку Просачиваться Что что-то было К сожалению У Тюринга Была не очень Счастливая Судьба И он Сам по себе Тоже был Тот еще чудак И В общем Умер он Довольно Как бы Рано Если кому интересно Именно конкретно Про этого человека И про то Как они взламывали Коды Энигмы Сейчас вышел Недавно Фильм Игра В имитацию Называется Я сказал Про Вламывание Кодов Эникмы И сказал Что такое Эникма Что такое Эникма А Ну может Да Действительно Не все знают Эникма Это немецкая Шифровальная Машина Она Использовала Определенную Комбинацию Дисков То есть Они договаривались Каждый Что они будут Поставлены Вот так И соответственно Отправляла Потом Текст В эфир С противоположной Стороны Текст записывали Точно так же Переводили Через другую Точно такую же Машину И получали На выходе Осмысленный Текст Остальные Не могли Ничего получить Потому что Давало Осмысленного Текста Колоссовус Был создан Чуть позже И он был Тоже Создан Для взлома Другой Уже Системы Даже Сейчас Скажу Как Называется У меня Где-то Тут Был Записан Системы Лоренс И этот Колоссовус Был Полностью Электрическим Электронным В отличие От Бомбы Которая Была Механико-электрической Кстати Говоря Колоссовус Он Сохранился Его В 2000 Годах Умудрились Даже Запустить В конце Концов И после Того Как Они Его Запустили Восстановленный Колоссовус Дешифровал Сообщение Примерно С той же Скоростью Как Ноутбук С процессором Pentium 2 Соответствующим ПО Несмотря на Более чем Полувековую Разницу В поколении Но это Было Связано С тем Что Колоссовус Был Заточен Несколько Под Эту Задачу Там Правда Немцы Сами Облегчили Им Задачу Поскольку Ключом В итоге Ослабили Систему Шифрования Теперь Перейдем К аналоговым Компьютерам Ну Логарифмическую Линейку Еще я думаю Все помнят Даже кто-то Видел Это Вместе С антикинским Механизмом Который был До этого Являются Представителями Так называемых Аналоговых Компьютер А под Аналоговыми Компьютерами Подразумеваются Вычислительные Устройства У которых Что-либо Ну Например Настояние Позволяется Движение Например Как здесь Линейки Из движения Ползунка Позволяет Что-либо Посчитать Из интересных Таких Вычислителей Ну Конечно Логарифмическую Линейку При помощи Него Кстати Американцы В свое время Летали на Луну Там все Расчеты Были При помощи Вот этой Линейки Сделан А вот В России Были Вот такие Чудные Устройства Называются Гидроинтегратор ИГ3 Из себя Представляет Аналоговый Компьютер На базе Так как Гидро Вода Фактически Его придумал Лукерьянов И использовал Он его Для того Чтобы Считать Температурное Напряжение В бетоне То есть То как Он Застывает Он Вывел Формулу Потом Посмотрел Что оказалось Что Формулы Очень сильно Совпадают С тем Как описываются Формулы Жидкости И соответственно Можно Просто Правильно Расставив Нужной Толщины Стеклянные Трубки И Краники Отобразить То Как Изменяется Температура В бетоне И значит Соответственно Относительно Этого Либо правильно Его нагревать Ну Либо Принимать Другие Различные Методики По Его Целостности Их Кстати Было Произведено Довольно Таки Много Потому Что В СССР С техникой Было Достаточно Плохо То есть Они Вполне Производили Серийно На его Базе Было Общито Довольно Много Интересных Проектов В том Числе Одна И его Сделал Немец Сделал Он Уже Как раз Во время Войны Павел Он Так Как Был Он Коммерческий То Он Делал Для Себя Фактически Это Считается Первым Двоичным Компьютером Поскольку До Этого Если Мы Посмотрим Он Очень Большой Этот Соответственно Компьютер Меньше За счет Того Что Они Использовали Двоичный Код Фактически Z1 Помещался На Двух Столах То Здесь Видно Что Он Небольшой Считать Он Мало Что Умел Но И Был Не Очень Надежный Потому Что Элементная Баба Была Не Очень Хорошая Z2 К сожалению Погиб При Бомбардировках И Следующим Компьютером Был Z3 Z3 Кстати Что Интересно Она Уже Была Хотя Да Ее Постройка Была Начата В 1941 Году И Она Эта Машина Обладала Таким Свойством Что Она Уже Работала При Помощи Программы И Что Еще Интересно Меньшему Числу Народу Что Скажет У нее Уже Была Возможность Работать Переменоваться Числами С Плавающей Точкой Уже Тогда Это Такое Специальное Представление Чисел Внутри Компьютера Чтобы Было Очень Удобно Работать С Ним Из-за Того Что Компьютер Не Был Десятичный Он Был Дворичный То Он Был Несколько Поменьше Чем Все Другие Последующие Компьютеры Которые Я Покажу В Дальнейшем Была Произведена Кстати Говоря Вот Этот Компьютер Z3 Был Потом Благополучно Продан То есть Он Мало того Был Первым Компьютером В Европе Действительно Который Был Более Менее Универсальный Так Это Еще Был Первый Коммерческий Компьютер Который Успешно Продали Потом Соответственно Его Автор Туза Создал Еще Компьютер Z4 И Создал Для него Первый Язык Программирования Который План Куль Назывался Точнее Вечисление Планов Если с немецкого Переводить Это Вот Уже Творение Товарищей За океаном То есть Американцев Это Была Машина Конкретно Вот этих Двух Товарищей Джона Атасова И Клиффорда Берри Был Первым Электронным Цифровым Компьютером Предыдущий Компьютер Не был Цифровым Он работал На реле Телефонных Реле Ну В принципе Зато Работал Хорошо Кстати Z4 Про которые Я говорил В нем Как раз И был пойман Тот самый Первый Бак Причем Потом Была Еще Запись В журнал Ну То есть Когда На нем Запустили Программу Там были Реле Соответственно В один Прекрасный Момент Внезапно Программа Остановилась Да То есть И потом Соответственно Остановилась Они пошли Искать Причину Посмотрели Ну Причину Что что-то Сломалось Именно Ну В языке Ошибка Была Не было Они пошли Искать По схеме И нашли Вот этого Самого Мотылька Который Застрял В одной Реле Этого Компьютера Вообще После чего Мотылька Вынули А так как Ну В журнале Событий Требуют Записывать Все Было написано Что Найден Баг С этого И пошли Все Ошибки И баги Но этот Компьютер Конечно Не был На самом Деле Компьютером Это Был Скорее Вычислитель Следующим Компьютером Ну Тоже С Натяжкой Но Все Таки Компьютером Считается Энеак Энеака Была Интересная Особенность После которой Как раз Все Перешли К Двоичным Компьютером Это То Что У него Была Десятичная Система Вычисления То есть Внутри Он Цифры Предоставлял В виде Именно Нормальных Цифр А не Двоичного Кода Но Программирован В полном Смысле Компьютер Не был То есть Чтобы Он был Универсален Но Чтобы Запрограммировать Требовалось Выдернуть Вот эту Пачку Вынуть Щит Вынуть Все Вот эти Шнуры Потом По специальной Схеме Которую Приносили Воткнуть Эти Шнуры И так Надо было Сделать Достаточно Причина Почему Долгое Время Профессия Программиста За рубежом Считалась Женской Профессией Это Как раз Вот эти Щиты То есть Там Работали Исключительно Женщины Только У них Хватало Терпения Это Все Воткнуть Но После Втыкания Соответственно Ему Гормили Данные И Он Что-то Считал В том числе Насколько Помню В атомной Программе Побывать Следующим Витком Был Манчестерский Марк 1 Так называемый Как Можно догадаться Он был создан В Манчестерском Институте Университете Уже в Англии Водайд уже был Дворичным Потому что После того Компьютера Фонейман Написал Известный Такой Достаточно Документ В котором Указывал Что Использование Десятичной Логики Десятичного Узнавания В компьютерах Не имеет Никакого Смысла И слишком Усложняет Схему Лучше Использовать Дворичную А этот Соответственно Уже был Дворичным А вот Дальше Мы плавно Переходим К нашим Доблестным Разработчикам На самом деле В СССР Была достаточно Хорошая В начале Когда Сама Начала Было Много Интересных Компьютеров И К сожалению Конечно Где-то В 70-х Годах Начали Копировать Все подряд Из-за рубежа Это привело К тому Что многие Компьютеры Которые Были сделаны Очень Имели хорошие Характеристики Были Либо утеряны Либо закрыты Ну и привело В общем-то К стагнации Электронной Области Вот эта Вот машина Очень примечательна Тем Что Мало того Что она Российская Ну Советская Она еще На троичной Логике То есть Все предыдущие Компьютеры Были двоичные Это была На троичной Логике Соответственно Она Кстати говоря При этом Еще не использовала Лампы И не использовала Тогда еще Дорогие Транзисторы А использовала Ну такие Специализированные Ячейки Еще одним из плюсов Было то Что она могла Хранить Цифры Ну в нормальном В нормальном виде То есть У него было Понятие Минус Единица Единица И так далее Отрицательные Числа Хранились Именно Как отрицательные А в обычном Компьютере Кстати Это не так Все числа Хранятся Просто числом Там Есть специальный Флажочек Ну тогда Как можно Хранить Отрицательные Числа Не имея Флажочек Здесь Вот у нее У нее Грубо говоря Было три уровня Был минус один По электричеству Ноль И один Плюс Все Поэтому она Хранила Натуральном Виде В этом Достаточно Удобно В том числе В принципе Ее производительность Была очень хорошая Фактически Проект просто Зарубили За слишком Скажем так Большую Инновационность Хотя В целом Машина была Серийная Их произвели 50 штук Для тех времен Это было Очень хорошо Это 70-е годы Вот эта Вот машина Очень интересна Тем что Во первых Она уже Транзисторная Стала И это Первый Мини компьютер Кстати С вот этого Компьютера Началась Эра Интерактивных Вообще В принципе Интерактивных Компьютеров До этого Все компьютеры Были Исключительно Пакетными То есть Программисты Если хотели Что-то посчитать Они На перфократах Накалывали программу Сделали перфокарт Унесли В зачислительный центр Вставали в очередь И ждали Пока Очередь Дойдет до них После того Как очередь Доходила до них Эту программу Запускали С перфокарт Потом Отдавали Обратно Им пачки В том числе Перфокарт С этими Соответственно Либо с ошибками Либо с результатами Если с ошибками То соответственно Программист читал Ошибки Шел обратно Опять Исправлял ошибки В нужной перфокарте Нес их обратно И так далее То есть Процесс был Очень долгий И мог занимать Месяцы Недели Но машинное время Тогда было дорогое Вот эта машина Стала Несколько Прорывной Поскольку позволяла Уже работать С ней интерактивно И фактически К ней можно было Подцепить несколько терминалов Еще эта машина Интересна тем Что на ней появилась Первая игра Да И она Практически Это Поглотила Но не поглотила Некоторых работников Но как бы Играли в нее Очень активно Да Если Как бы интересно Как это все происходило Есть книга Называется Хакеры Герои компьютерной революции Там вот Очень подробно Вот это все дело Описано В том числе И как они К этой машине Получили доступ Там только Вот PDP-10 Когда вышло Первый турнир Как этого И игры Проношло Ну игру Там благополучно Переносили Переносили С каждой Последующей ПДП В двух словах В чем заключалась Суть игры Астероид Астероид Это самое Это вот она Прямо в чистом виде Вот так она Называлась Старварс Суть игры Была в том Что летало Два корабля Надо было Другу Убить Два треугольника Два треугольника Они летали То есть Вокруг какого-то Объекта Посередине Эмулировалось Типа что они На орбите И надо Ну то есть Они имели Возможность Маневрировать туда А еще Мимо там летали Всякие астероиды Которые тоже мешали То есть Можно было Выстрелить астероиды Но попасть Ну астероид Отлетал И попадал В другого игрока Следующая Как же интересная Машина Была ПДП-11 Кстати говоря Она очень Живучая Как выяснилось Челябинский Фотографировал Вполне себе Такую живую машину Которая управляла Станком Резки И насколько я знаю Она до сих пор Работает Причем там Что было интересно У них Целый был отдельный Генератор Он держал эту машину На постоянном Токе Почему? Потому что Дискеты К сожалению Были уже утрачены Они просто-напросто Рассыпались в прах К тому моменту Но при этом Машина продолжала Резать все Что ей требовалось Чуть позже Я спрашивал Что дальше было Как нашли носители Он сказал Что придумали В общем-то Нашли в интернете Есть специальная схема Которая эмулирует Этот дисковод Куда можно втыкать Обычную флешку Туда втыкается флешка Там эмулируется Дисковод Дисковод Грузит вот эту машину Соответственно Программу А она дальше Уже потом Режет станком Все что требуется После Вот этих вот Чудных машин Больших Достаточно Так Кстати ПДП-11 Была первая Она была 16-битная До этого Там были компьютеры Снова 8-битная Это был первый 16-битный компьютер Настала эра Бисов Больших интегральных схем Первой ласточкой Стал Intel 404 Который Представлял собой 4-битный контроллер Фактически Это уже был процесс У него была Своя небольшая память Затем Другие люди Используя те же схемы Придумы Начали делать Суперкомпьютеры Одним из успешных Суперкомпьютеров Был Крейн В свое время Вот кстати Да У него очень интересная форма Вот этот вот Верхний цилиндр Он полностью Забит Платами Со схемами Фактически Составляет компьютер Компьютер Кстати был Очень быстро По тем временам А вот нижняя Вот эта вот часть Это на самом деле Холодильник И охлаждается Он при помощи Вариона Джаала Это чудо Техники Очень большое количество Электричества Там делался Целый отдельный подвод И в общем Долгое время Форма компьютера Она вот такая была Сохранялась Чуть ли не До последних дней Поскольку Эффективность Охлаждения Была достаточно высокая А заказные СБИСы То есть Долгое время Вот эти вот компьютеры Суперкомпьютеры Как их называли Они были быстрее Всего что было доступно Это сейчас Суперкомпьютер Себя представляет Просто большой кластер Компьютеров То есть Это вот эти Вычислительные схемы Прикрепленные На планке радиатора По сути дела Да Туда-там Входит фреон То есть Жидкостное охлаждение Это не придумка Но новая Совершенно нормальная Система Она еще была придумана Давным-давно Ну там последовавшим Крейт 2 Крейт 3 И так далее Их было много достаточно Ну а в дальнейшем Так как у нас появились Как раз таки Достаточно компактные Процессоры Появился и первый Коммерческий компьютер Как считается Это Apple 1 Вот здесь Вот он Как бы На самом деле Он не так выглядел А он выглядел Вообще в виде платы Это вот Ребята там Самодельный корпус Делали То есть Им когда Надо было показать Как он работает Они вот приносили Вот это Подцеплялось Конечно к телевизору В те же времена Как раз появились Спектрумы Которые у нас Появились существенно позже У них они появились Существенно раньше Там Командоры Амиги И все прочее Вот эта машина Ну большие машины Никуда не делятся Они все равно работали И они требовались И использовались В основном Различные Конечно же Учреждениях Вот эта машина Приметительно Делает Что она 32-битная Она кстати была Первой из 32-битных Называлась Вот так Вакс 11780 Кстати В основном Все машины Там тогда Вот так назывались В те времена В том числе И у IBM И тут у меня Как бы IBM Нет Ну как бы Про IBM Можно конечно Рассказывать Но у них машины Были достаточно Скучные И они их В основном Производили Для Скажем так Учреждений В том числе И Мейнфрейм Они до сих пор Производят Немножко другие Но все равно Производят В дальнейшем Появился Intel 886 Первый 8-битный Контроллер Вот такого Класса А потом Через некоторое Время Появился IBM PC Который Как раз В базе Имел Этот самый Процессор Это стало Как раз Первой эры Началом эры Персональных Компьютеров Персональный Компьютер Этот был Еще чем Хорош Тем что У него Была Так называемая Открытая Архитектура То есть Под него Можно было Делать Дополнительную Периферию Так как Все Базовые Комплектующие Ну К нему Как бы Расширения Были открыты Да Кстати Заметили Два дисковода Знаете Почему Нет Жестких Дисков Не было Точнее Жесткие Диски Были Но Они были Очень Большие То есть Для интереса Посмотрите Первый Жесткий Диск Это Такая Коробка Занимала Там Она Весила Она Чего-то Там Порядка Пятиста Килограмм Там Вот Такие Большие Металлические Блины На которые Это все Дело Писалось Ну Стоять Они Можете Стоять Но Не Работают Да Кстати Говоря Вот Эти Байки Протирание Спиртом Они Пошли Оттуда Потому Там Реально В Тех Обслуживании Было Поднимание Крышки И Протирание Спиртом Диском Закрывания Там Тогда Не Было Поэтому Все Пользовались Дискетом Кстати Пяти Дюймовым Вот Это Очень Интересное Устройство Это Первый Портативный Компьютер У него Кстати Тоже Два Дисковода Не Очень Хороший Видно Но По Краям И Кранчик Был И Он Базировался На Тоже Процессоре Что И Спектру Это Был Зат 30 Кстати Говоря Невзирая На Успешность Вот Этого Первого Компьютера Осборн 1 Все Остальные Компьютеры Производителя Были Провальными Почему Потому Что Когда Он Выпустил Осборн 2 Компьютер Был Хороший Но Скажем Так Владелец Фирмы Был Он Был Опрометчив И Он Опубликовал Технические Характеристики Осборн 3 До Момента Кажем Так Вообще До Момента Как На их Дач Или Покупать Осборн 2 И Сказал Что Вот Он Будет Через 2 Года Соответственно Пользователь Разуме То Зачем Мы Будем Покупать За Такие Деньги Мы Третий Подождем А Денег У него Нет Он Осборн 2 Выпустил Его Не Покупает В результате Убран 3 Он Естественно Уже Не Выпустил Это Потом Даже Еще В учебнике Потом По Маркетингу Вошло Как Делать Нельзя Следующей Была IBM XT Она Уже Такая Была Более Обгрейдженная Если Мне Память Не Изменяет Мне Еще Был Пока 86 Тоже Процессор Но Она Уже Включала В себя Сопроцессор Математический Что Позволяло Быстрее Производить Математический Расчет Потом Еще Было IBM IT А Еще Потом Была Попытка IBM Закрыть Платформу Они Пытались Добавить Свою Шину Они Пытались Добавить Еще Что Там Своё Чтобы Получить Больше Денег Правда Идея Провалилась Треском В дальнейшем Пошли Различные Те Компьютеры Которые Вы Везде Все Видели Я думаю Про них Рассказывать Смысла Особого Нет Поэтому Я Закончу На XT И Перейдем Мы Плавно Так Назоваемым Перспективным Компьютером Одним Из Перспективных Компьютеров Думаю На слуху У всех Это Квантовый Компьютер The Wave У Квантового Компьютера Очень Интересные Свойства На самом Деле И Он Не Позволяет С Пользовать Его По Прямому Назначению То Есть Он Ближе К Аналоговым Не Предназначен Для всех Задач Объяснить Как Он Работает Достаточно Сложно Поскольку Там Используются Квантовые Эффекты Грубо Говоря Там Используются Специальным Образом Спутанные Частицы Чтобы Потом Их Можно Было Считывать Скажем Так Недеструктивным Методом Как известно Потому что Если Считывать Деструктивным Методом То Появляется Эффект Наблюдателя В Квантовом Мире Это Очень Плохо При Помощи Там Определенных Манипуляций Он Позволяет Очень Быстро Считать Некоторые Методы Некоторые Численные Методы Что И Открывает Дорогу К Использованию Но Пока На самом Деле Реальных Практических Результатов Нет Они Больше Находятся В стадии Концепта Их Уже Продали Штуки Четыре Или Пять Да Google Купил Купил Компьютер Четыре Правда Ничего Не Рассказывает Что Он С Ними Делает Но Между Тем Они Там У Него Есть Далее Есть Еще Другой Интересный Класс Устройств Так Называем Нейронные Чипы Нейронные Чипы От Обычного Компьютера Отличаются Достаточно Сильно Тем Что Они На самом деле Симулируют Нейроны Человека Ну В принципе Любого Живого Существа Обычные Компьютеры Не Позволяет Эффективно Симулировать Нейроны Потому Что Ну Не Предназначены Они Для Этого Фактически Получилось Что Называется Симулировать Мост Мыши Но Для Этого Потребовалось Использовать Компьютер IBM Суперген Который Является Достаточно Быстрым И Фактически Входит В сотню Самых Быстрых Компьютеров В мире Это Только Мышь Причем Мышь Эмулировали С очень Медленной Скоростью То есть Не с той Скоростью Которая Реально Мышь Бегает И думает Ну Как ответ Они Значит Подумали Что Использование Тех Компьютеров Которые Сейчас Существуют Это Достаточно Неэффективный Метод Поэтому Лучше Попробовать Сделать Нейрон В железе Ну То есть Сделать Ячейку Не Моделировать Ее На компьютере Это Очень Затратно А Сделать Достаточно Тривиальные Чипы Которые Там Хотели Что-то Там Ну Порядка Стайний Ирон В эти Уже Входит Порядка Четырех Тысяч И они Позволяют Более Внятно Как-то С этим Работать Естественно Конечно О Эмуляции Чего-либо Пока Например Той же Мыши Речи Не идет Все равно Медленно И мало Скажем Так Но Прогресс В этом Направлении Идет Почему Прогресс Очень быстро Считает Но тот Человек Очень хорошо Распознает Объект Анализирует Очень быстро Ну Там Анализ Информации В чем Очень большие Проблемы У двоичных Компьютеров Потому что Там надо Писать Очень сложные Алгоритмы Для этого Обработки Это тратит Очень много Ресурсов И так далее То есть Грубо говоря Это достаточно Сложно И требуется На самом деле Просто Не лопатить Подряд А Лопатить Параллельно Как делает Наш мозг Когда мы Что-либо На что-либо Смотрим Первоначально Конечно Там Нейронные Работы По нейронам Кстати говоря Были в России Достаточно Сильные В том числе Нейронные Сети Были Также У нас В свое время Придуманы В том числе Ну конечно Параллельно Со всеми Остальными И Даже В свое время На военную Технику Ставили Некоторое Количество Таких Нейронных Схем Различных Правда Там были Всякие Забавности Когда Обучали Видеть Нейронную Сеть Обучали Обучали Сделали Выборку Ну то есть Там есть Проблема Запрограммировать Нельзя Можно только Обучить Как ребенка Нету Возможности Не понимаем Как они Взаимодействуют Внутри Так чтобы Можно было Выдать Внятный Результат Зато Можно Их Научить И Получилась Такая Ситуация Что В какой-то Определенный Момент Выяснилось Что Схема Реагирует На снег На снимки А не на танк Следующей Интересной Машиной Будет Они скоро Обещают Обещают Хьюлит У них сейчас Есть новый проект The Machine Отличается От обычного Компьютера Тем что Они добавляют Новый элемент Называется Мемористер Мемористер Обладает Таким интересным Свойством Что он Под действием Электрического Заряда Во первых Либо отдает Ну типа Какое у него состояние Либо его изменяет В зависимости от уровня И что самое главное Он еще при этом Сохраняет То есть Достаточно включить Электричество И он все равно Там граница Такая Энерго-независимая Память Причем Эта энергонезависимая Память Очень быстро Потенциально Есть Как бы Теоретические работы Насчет того Что можно Из мемористеров Построить Процесс То есть Компьютер Нового класса Но пока По факту Они ограничиваются Тем что Будут использовать Компьютер Обычного Ну стандартного Процесса Но при этом Вместо памяти Будут использовать Мемористеры А для того Чтобы быстрее С ними общаться Будут использовать Внутри Оптику Так Ну все пожалуй Ну могу еще сказать Про оптические компьютеры Тоже сейчас Очень интересная тема Появилась Основная Как бы Проблема В оптических компьютерах Это то что Как передать сигнал Как его получить А в обычных компьютерах Когда у нас Есть наш Процессор Как известно Он любит греться Греться он любит В том числе Из-за того Что там есть Медь И электричество Когда идет Но он все равно Нагревает Потому что есть Сотопротивление Плюс есть ограничения По длине проводников Чем больше частота Тем короче проводники Должны Всего этого Нету Если использовать свет Но есть проблема В другом классе Надо Обеспечить Очень маленькие Цветодиоды Очень маленькие Фото Фотопары Чтобы поймать И очень маленькие Волноводы Когда вот это все Научатся вместе делать То у нас Производительность Компьютеров В очередной раз Вырастет А пока на данный момент Все производители Компьютеров Благополучно Уперлись в стену Точнее Процессор Фактически Последнее Следующее поколение Кремниевых компьютеров Будет последним Потому что Дальше из Кремния Ужимать нечего Ну это Пожалуй все Что я хотел сказать Вопрос Ты можешь сказать По поводу наших Российских разработок Да Кстати Насчет наших Российских разработок На самом деле Очень часто Есть такое мнение Что Польша не может В космос Так Россия Не может В электронику На самом деле Может в электронику И очень даже Хорошо может Проблема основная Заключается в том Что Нету Производственной базы Плюс Эта область Очень наукоемкая Наукоемкость Подразумевает Что нужно Очень много денег Окупать Сточи метров Соответственно Деньги есть у кого У государства Государство В принципе Сделало Тоже большой плюс Оно сохранило По крайней мере Эльбрус Это такая Отечественная разработка Она активно Используется военными Поэтому Компьютер До сих пор Остается на плову Сейчас В течении Нескольких лет Идет Попытки Коммерциализации Данной Данного процессора По той причине Что Ну как бы В военном Произвестии Конечно Клево Но это очень убыточно Плюс Хочется Чтобы не только Военные Были защищены Своих Подводных лодках И танков Но и В том числе Силовые структуры И все прочие По этой причине Сейчас Например Они активно Начали делать Уже такие Более коммерческие Образцы Это пока Правда Очень недешево То есть Рабочее место Оператора Который предлагается Под замену Писи Сейчас стоит Не дадут собрать 200 тысяч рублей Такая цена Обусловлена Очень маленькой серией Там просто Есть проблема В любой электронике Когда она Достаточно мелкая Производственная линия Запуск ее Производственной линии Настройка На какой-то Конкретный процессор А потом Ее остановка Перенастройка Она стоит Очень много денег Соответственно Чем меньше Вы делаете партию Тем она дороже Чем больше Вы делаете партию Тем она дешевле Но так как Они конечно Могут произвести Больше партию Но это будет Стоить больше Еще денег А их потом Еще куда-то Надо деть По этой причине Они пока делают Опытные партии Еще могут Обезопасить Но в целом Я надеюсь Что в какой-то момент Можно будет Купить компьютер С надписью Сделанным В России И использовать его По прямому назначению Между тем Вот компьютер Который сейчас Является основным Базовым Он вполне себе Современный То есть он Поддерживает Видеокарты То есть Как раз Разработчики Процессора Запускали на нем Дум-3 То есть Была возможность Они поставили Видеокарту Продемонстрировали Демонстрацию Они делали Правда В рамках того Чтобы Просто проверить Как у них работает ГЛ То есть Графические Ускорения На компьютере Но между тем Оно и работало Потому что Очень часто Есть распространенное Мнение Что там Компьютер Остал на 10 лет Назад И так далее Ну Практически Это неправо Просто Многие смотрят На герцы А смотреть на герцы В общем Не надо Это бесполезное занятие А вот Какие есть Предположения Вот Вы говорили Что из Кремния Скоро ничего Больше выжить Нельзя будет Какие есть Предположения Что может Кремния Значит Во-первых Германии Графен У графена На самом деле Есть Потенциально Применение По той причине Что Добавляя примеси В графен Можно добиваться Получения Тоже электронных Компонентов В том числе Получали Транзистор Графеновый Конкретно И там Был Был Очень Большой Плюс То Что Электроника Она Очень Быстрая То есть Транзистор Работал На 9 Гигагерц Сейчас Средняя Скорость Компьютера Ну Такая Нормальная Чтобы Он не сильно Грелся 2-3 Гигагерца Но При этом Все равно Даже Компьютер Приходится От него Отводить 60-40 Ватт Тепловой Энергии Это много На самом деле Но Фактически Меньше Делают В операции За счет Этого Дела Давайте Последний Вопрос Если есть Можно Вопрос Уточнение В самом начале Вы показывали Предмет Которым Инки Выполняли Какие-то Численные Функции И сказали Что При этом Они использовали Последователь Сибоначи Да Но Насколько Фибоначчи Была Открыта В 13 веке Как рынки Могли И воспользоваться И что Потому что На самом деле Они были Отдельной Цивилизацией На совершенно Другой Области Просто Дело Почему Мы думали Что Фибоначчо Систему Просто Для Экономии Зеринга Потому что Если считать Большие числа Не получается На нем Считать По той Системе По которой Предлагали Другие Люди Там Просто В общем От рынков Мало Что Осталось Скажем Так У них В основном Были Вот эти Все документы Были В виде Таких Веревочек И Они Просто Либо Сгнили Соответственно Либо Их Очень Мало Осталось Поэтому Можно То есть О их Культуре Как-то Судить Весьма Ограниченно Потому что У них Для того Чтобы Эти Документы Хранить Были Специальные Хранилища Поддерживалась Влажность И так далее И так далее Это все Дело Каждый раз Проверялось Если В этом плане Все Давайте Поблагодарим Анатолия